Добрый ранец и Беларусь! Наш утренний эфир продолжается. С вами по-прежнему Анна Квилория Марианна Муренкова. Мы продолжаем просыпаться в интереснейшей компании. Согласна одной из давних примет, в этот день, 29 октября, считалось полезным умываться холодной проточной водой. Зачем, спросите вы? Наши предки верили, что это помогает при глазных болезнях. А еще все, у кого были какие-либо проблемы со зрением, молили святому Лонгину Сотнику. Он считался исцелением глазных болезней. В народе эту дату называли Днем Лонгина Сотника и Днем Зрения. К чему бы это мы клоним? А к тому, что сегодня мы поговорим о современных методах лечения глазных заболеваний. Рада приветствовать студии Доброй Раницы, Беларусь заведующего офтальмологическим консультативно-диагностическим отделением 3-й городской клинической больницы имени Клумова Майю Лонскую. Доброе утро! Доброе утро! Скажите, пожалуйста, с какими проблемами в основном сейчас обращаются к вам белорусы? На сегодняшний день, конечно, большинство людей, которые к нам приходят, это пациенты с заболеваниями сетчатки. Да, у них есть, бывает и комплекс проблем, и катаракта, и глаукома, но практически у каждого мы уже находим какие-то изменения на сетчатке. То есть близорукость? Нет, это изменения на сетчатке, это заболевания сетчатки, это приобретённые заболевания, есть и врождённые заболевания. Это серьёзная проблема, которую, конечно же, нужно лечить, и мы этим занимаемся очень тесно в клинике. Майя, с чем это связано, да? То есть это раньше людей так не проверяли детально, или это помолодели, я не знаю, пришли к нам с гаджетами эти болезни? Ну, конечно, раньше не было такого диагностического оборудования, которое есть на сегодняшний день. И если ранее, 10-15 лет назад, мы даже не могли и подумать о каком-то заболевании, то сейчас молодые люди к нам приходят, мы делаем обследование, глубокое обследование глаз, даже если у пациента единица, зрения и жалоб нет, а находим какие-то предпосылки или уже начальные проявления заболевания. Ну, а также, конечно, идёт рост сердечно-сосудистых заболеваний. Это тоже на зрение влияет. Это тоже очень влияет, да. Также очень же много пациентов сейчас с сахарным диабетом, а это очень проблема большая для нас, потому что сахарный диабет даёт очень большое осложнение на зрение. А вот недавно все коронавирус пережили, это не дало какое-то осложнение? Коронавирус тоже дал ряд пациентов, такую большую группу достаточно, с сосудистыми заболеваниями на сетчатке, и это были молодые пациенты 30-35 лет, которые теряли зрение, приходили к нам, и, конечно, они требовали экстренной помощи. То что вы посоветуете людям, которые перенесли коронавирус, переболели, обязательно приходить и проверяться? Конечно, да, нужно обязательно пройти комплексное обследование, чтобы понимать, есть ли какие-то хоть минимальные нарушения, которые не дают ещё жалоб. Да, если есть какие-то, как вы говорите, минимальные последствия, можно их остановить и сделать их необратимыми. Но вернём всё-таки с заболеванием сетчатки глаза. Просто для меня, ну, как и для, наверное, большинства людей, существует там дальнозоркость, близорукость. То есть это миопия, да, так как называется медицинский. А сетчатка всё-таки это что? То есть изменение в сетчатке? Мы её чувствуем, эти изменения? Или мы только обнаруживаем их, когда приходим на обследование? Это болит, жжёт? Что это такое вообще? Как это устроить у себя? А дальнозоркость и близорукость – это не болезни, это просто состояние глаза. То есть один глаз, он близорукий, второй – дальнозоркий, третий – полностью нормальный. Вот. А заболевание – это заболевание. И, конечно же, заболевания сетчатки, они не болят и не проявляют никак себя, кроме нарушения зрения. Хотя есть заболевания сетчатки, которые вообще не дают никаких жалоб очень долго. Например, разрывы сетчатки. И очень много молодых людей, которые приходят просто к нам по другой вообще проблеме, мы делаем обследование и находим эти заболевания, выполняем лазерное лечение, если это требуется. И вот эти разрывы сетчатки, они очень страшны тем, что они могут привести к отслойке сетчатки. Отслойка сетчатки – это слепота, и нужна своевременная хирургическая помощь. И очень часто, если пациенты не вовремя обратились, то хирургия не дает утешительный прогноз тоже. А вот можно я вас сразу перебью? Давайте сразу же расскажем нашим зрителям, какие симптомы должны насторожить, чтобы вот действительно не запустить до такой степени, о которой вы говорите. Ну, конечно же, любое снижение зрения должно насторожить человека. А также это пятно перед глазом, это искривление линий, например, если человек видит, что он видит кривые линии, либо удлиненные, расширенные предметы глазом. Но вы знаете, люди очень часто невнимательны к себе. У нас же два глаза, и получается, если на одном глазу какие-то нарушения, второй глаз лучше компенсирует это. И пациенты долго к нам не приходят. А когда приходят, мы замечаем, что там уже процесс идет давным-давно. Можно расскажу историю из жизни? Значит, вот мы девочки, что мы когда там ресницы красим, да, тушью, мы там один глазик закрываем, красим, тут все удобно. А потом другой глазик закрываешь, тут тебе как-то не очень удобно. Я думаю, может, у меня какая-то проблема уточнила врача. Он говорит, а у вас просто левый глаз, так сказать, ведущий. Думаю, о, слава богу, это не проблема, а просто так, оказывается, природой устроена. Я тоже, можно и из жизни. Я прочитала вчера сценарий, думаю, да, у нас будет офтальмолог. И ночью, когда в темноте идешь, знаете, открываешь глаза, и как будто электрические линии. Это какая-то патология или это просто для всех характерно? Это не для всех характерно. Это могут быть какие-то сосудистые изменения в шее, а также может быть и патология в сетчатке. Надо обязательно проверяться. Надо обязательно проверяться. В прямом эфире. Кто входит в группу риска и кому, кроме тех, кто действительно обнаружил, как вы говорите, какие-то там искривленные линии, вот эти вот точки и палочки в темноте, кому нужно обследоваться чаще? Чаще нужно обследоваться тем, у кого есть сопутствующее заболевание, особенно сахарный диабет, и также те люди, у которых у родственников есть какие-то проблемы с сетчаткой. Мы часто видим, когда дети приводят своих родителей, у которых тяжелая патология сетчатки, и мы им говорим, обследуйтесь, пожалуйста, посмотрите, есть ли у вас какие-то предпосылки к развитию таких же заболеваний. Генетически это может передаваться, да? Да, есть дистрофия сетчатки, которая тоже передается генетически, и если вовремя узнать об этом, наблюдать и лечить, конечно же, не будет беды. Майя, у нас буквально 30 секунд, и давайте очень коротко скажем, на что обращать родителям внимание у школьников, потому что, конечно, мы знаем, очень большая проблема, помолодели все вот эти вот болезни. Ну, школьники, они же постоянно у нас с напряжением зрения, поэтому, конечно, нужно сделать так, чтобы глаза отдыхали, выполнять гимнастику для глаз, но и... Ну, никто же вот ее не делает, честно. Ну, хотя бы отвлекаться от работы за компьютером, ведь даже в школах очень много нагрузки на глаза, а ребенок приходит домой и усаживается в компьютер или в телефон. А вот эти вот, говорим, чернику надо есть, морковку надо есть, это просто ради профилактики или действительно действует? Ну, витамины всегда нужны, конечно, особенно с лютеином. Вот так вот. Спасибо огромное, друзья. Напоминаю, у нас в гостях была Майя Лонская, заведующая офтальмологическим и консультативно-диагностическим отделением 3-й городской клинической больницы имени Клоумова. Большое спасибо, что пришли. Бережем глаза одним словом.